У кого-то высоты много, а колени не тянутся. Вот и наоборот. Колени тянутся очень быстро, высоты нет. Все это по одной простой причине, что когда мы начинаем работать над самим элементом, над конечным, ваш мозг четко понимает, что это реально стрёмно, есть опасность. И он начинает вспоминать, что вы давали ради, он начинает как-то себя обезопасить. Вот самоучки, когда, например, сами прыгают, они прыгают очень часто боком, задним. Почему, кто знает? Голову. А? Голову наряду. Правильно, что если что, если что, ты на бок упадешь, не на голову, а на бок, это безопасно. И тут ваш мозг выдает реакцию. У кого-то слабое подтягивание колен, значит недоработанное подтягивание колен, но выбор, доработан. У кого-то наоборот, грудку он понимает, мозг быстро понял, как крутится. Ну вот бывает, я понял, что раз, понял, все, и дальше проблем нет. Но вот как мы прыгаем, нифига не понимает мозг. И самое слабое звено всегда вылезает на элементе. И это слабое звено обязательно надо прорабатывать. Кому-то резкое подтягивание колен, надо отрабатывать здесь. Кому-то это выпрог. Кому-то, например, не расслабляться на элементе. То есть кто-то прыгает, у всех вас просто мало, когда много, я обобщенно всегда стараюсь играть. Да, а человек прыгает, просто так. Да и клоу, прыгай! Все, в чем стоит, почему у тебя получается, что ты расслабляешься, потому что мозг еще не принимает ничего. Вот у всех из вас, например, такое движение. И вот так происходит, ничего не понятно, потому что мало делаете. Раньше у вас на подводящих такая же тема была, сейчас здесь. Надо больше практики, тело укрепляет, например, в вашем случае. Надо больше жесткости, чтобы было. Тебе больше подтягивания колен, тебе больше выпрога. Тебе надо и к подтягиванию колен, и к больше жесткости. То есть у каждого есть какая-то зона развития, вот и все. И почему много подводящих дает? Чтобы вы это постоянно долбили. Вот это врезалось в голову, и вы тут без создания. Вот это не надо думать. Доли секунд. Вы не успеете подумать. Все, что наработка, вы знаете. Все, берем мальчики.